17-летним мальчишкой он освобождал Беларусь в далеком 44-м. На передовой бок о бок с боевыми товарищами сражался с врагом за победу независимости, за родных и близких. Сергей Иванович Воробьев – участник освободительной операции «Багратион». Во время боя он получил тяжелые ранения, так что до Берлина, увы, рядовой Воробьев не дошел. Сегодня на его груди медали и награды за боевые заслуги – символ мужества и самоотверженности. Сергей Иванович признается, что впервые попав в священную землю Брестской крепости, испытал трепет и гордость за защитников цитадели. То, что мы видели в кино здесь, конечно, вот оно все так, видимо, и было. Потому что никуда не деваешь эту картину первого боя, в котором люди погибли. И мы видели, пока в окопах были, пока бежали в наступление, бегом бежали, хотя нам по 17 лет было. Здесь защищали, больше, чем защищали. Первый удар нанесли немцы. Ну, конечно, немцев тоже погибло много. И защитники сражались до последнего. Вот это мы все видим и знаем теперь. Сергей Иванович – один из четырех участников операции «Багратион», которые в составе делегации приехали из Средневековской области. И это ветераны не только Великой Отечественной. Вместе с ними прибыли в город Брест и их дети. Первый пункт следования – священная цитадель. В скорбном молчании почтили все участники делегации память погибших первых защитников. Для каждого из них посещение Брестской крепости – дело чести. Идея эта родилась у меня. Поскольку я сама белорусская, поскольку я сама гродненская, поскольку я заканчивала пединститут здесь, то есть моя батьковщина. И я равнодушно не могу ни к чему вот то, что свято для меня относиться. И мы разработали такую программу. Значит, начинаем мы с Бреста, потом переезжаем в Гродно. Из Гродно переезжаем в Минск. В Минск я тоже попросила, чтобы мы посетили обязательно самые такие музей, линию Сталина – Хатынь. Хатынь – это свято для меня и для всех нас. Это Хатынь свято. Витебск – Орша. Из Орши мы обратно возвращаемся 10 июля уже к себе в Екатеринбург. Представители Свердловского областного совета ветеранов приезжают в наш пограничный город уже в третий раз. За время сотрудничества обеими сторонами были заключены договоры с Брестским, городским и областным советами ветеранов. Несмотря на то, что наши города отделяют тысячи километров, ветеранов объединяет общая память, о некоторых и родственные связи. Именно поэтому добрые дружеские отношения постоянно поддерживаются. Позвольте мне по поручению председателя городского исполнительного комитета Александра Степановича Рогачука и председателя городского совета депутатов Николая Васильевича Красовского еще раз поприветствовать вас на нашей Брестской гостеприимной земле и пожелать, конечно же, вам всем крепкого здоровья, удачи во всех ваших творческих начинаниях. И примите заверение в том, что мы просто вас любим, мы были, есть и будем вместе. Это очень важно. Виктория Драгобецкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.